Ну что ж, ребятки, 2022 год подходит к концу. В этом ролике я хочу вам показать, что произошло за этот год на проекте, какие были обновления, ивенты, изменения. Поэтому я думаю, это стоит вашего внимания, посмотрите и напишите, что вам за год понравилось больше всего. Я не буду вас задерживать, я хочу вам пожать только приятного просмотра, приятного аппетита, всех обнял, приподнял, полетели. Первое, что мы увидели в этом году, это, конечно же, новогодний ивент, в котором были квесты, санки, лабиринт и замерзшие края. Новогодний ивент, это считается самый лучший ивент, который ждут многие, который самый такой интересный, веселый и атмосферный. В этом ивенте мы первый раз познакомились с Амазинг Пасс, это такая тема, которую вы покупаете за донат, проходите, получается, всякие там задания, квесты, за это получаете опыт определенный, и с помощью этого опыта вы прокачиваете Амазинг Пасс, за который вы получаете ценные и интересные призы. От себя могу сказать то, что санки, лабиринты, это просто легендарные такие вещи, которые были уже давно. Уже не первый новогодний ивент выходит, как бы, на проекте, и санки, лабиринт было еще давно. То есть, это такая самая классная тема, которая была всегда на ивенте. На этом ивенте вы не просто могли пройти квесты, пофармить снежки, но и покупать, получается, ценные призы. Это аудиосистемы, машины, скины там и так далее. То есть, вы помимо того, что можете получить удовольствие от прохождения квеста, получить атмосферу, вы еще можете неплохо заработать. Я лично с этого ивента вынес много ценных призов, это нитро, гидравлика, автомобили. Поэтому ивент получился очень классный, в принципе, как и в каждом году. Следующее обновление, которое нам показали, это, получается, апрельское обновление, в котором добавили новую фракцию в СИН. Она же тюрьма строго режима, которая реализована после того, как вы попадаете в КПЗ, вы, получается, ждете 15 минут, если к вам не приезжает адвокат, вы отправляетесь во ФСИН. Во ФСИН вы можете работать, можете читать книги, искать всякие нычки там и так далее. То есть, теперь это не скучное место, где вы просто сидите, втыкаете, а вы в этом можете чем-то заниматься, позаниматься спортом и так далее. ФСИН добавил очень хорошую изюминку в эту, понимаете, криминальную жизнь. Теперь не просто вы сидите на одном месте, вы можете чем-то заниматься, можете сбежать из тюрьмы, если у вас есть там отмычки, резаки и так далее. Также за то, что вы там работаете, выбираете мусор, вы получаете разные карточки, за которым даются некие привилегии, с помощью которых вы можете сбежать, одеть себе бронежилет, либо полностью выйти со ФСИНа. В ТАБе теперь вы можете посмотреть подробную информацию, это онлайн, скиллы, вашу статистику там и так далее. То есть, это намного упростило всю игру. Раньше вы открывали ТАБ и просто видели там свой ник, онлайн там и так далее, то есть ничего интересного. Но теперь вы открываете, вы видите полную информацию, все самое интересное, все самое главное, задания, навыки там и так далее. То есть, это реально очень круто. Спустя некоторое время нас встречает майское обновление, в котором также добавляют ивент, и вы можете там также пофармить, пофаниться там и так далее. То есть, добавили ивент в честь 9 мая, на котором была реконструкция войны, танковые баталии и тир. На реконструкции войны вы могли постреляться между собой и за счет этого зарабатывать специальные монеты, которые потом можно поменять на ценные призы. Чуть позже добавили танковые баталии, на которых вы можете также постреляться, но уже на танках. Я думаю, любители танков точно оценили, потому что все было довольно-таки интересно реализовано, была большая карта, были прикольные, интересные танки. Нужно было, получается, занимать всякие позиции, кто больше займет позиции, тот, получается, и выиграл. И за это вы также получали специальные монеты, за которые вы можете получить ценные призы. Позже также выходит очень полезное обновление, которое полностью поменяло просто всю игру. Добавили новый инвентарь, в который вы могли передавать вещи, могли снимать, одевать одежду. Инвентарь это такая вещь, которой реально очень сильно не хватало. Я очень бы рад, когда это добавили, потому что, как я и сказал, это очень сильно поменяло полностью всю игру. То есть, реально стало много проще, намного лучше. Теперь, допустим, вы можете там передавать аптечки, передавать маски и передавать большое количество денег, что очень даже хорошо. Также, помимо этого, добавили радиальное меню. То есть, с одной клавиши вы могли открыть меню, в котором вы могли сразу использовать анимации, одеть маск, использовать аптечку и так далее. То есть, вы всего лишь нажимаете одну клавишу, и у вас открывается полноценный функционал. Если вы находитесь в фракции, тоже вы можете этим пользоваться. Тема реально очень хорошая. Радиальное меню было также применено на автомобилях. То есть, с помощью тоже одной клавиши вы нажимаете, вы можете включить свет, аудиосистему, использовать ремкомплекты и так далее. То есть, данная функция тоже очень сильно упростила игру и сделала ее более насыщенной. Пусть все время также выходит довольно-таки интересное обновление, а именно хэллоуинское обновление, в котором добавляют ивент, квесты, игра в маньяка, выращивание тыков, рыболовные сети и нелегальные грузы. Я думаю, вы заметили то, что когда выходит какой-то праздник, то выходит, соответственно, и довольно-таки интересный ивент. Каждый ивент добавляет какие-то новые игры, новые задания, новые квесты. И это не может не радовать, потому что каждый ивент становится все интереснее и интереснее. Конечно, квесты в этом году были довольно-таки сложные, именно на хэллоуин. То есть, там было реально очень все запарно, очень все долго. Вы могли проходить там несколько дней эти ивенты. Кому-то повезло, кто-то проходил за день. Но квесты реально были довольно-таки сложные, но зато максимально интересные. Также на ивенте была добавлена игра, в котором вы играете либо за маньяка, либо за выужившего. Это взято из довольно-таки популярной игры. Данная тема мне довольно-таки очень понравилась. То есть, там много всяких приколов. Можно было реально пофаниться, побегать. Было довольно-таки интересно и атмосферно. Также в этом обновлении мы увидели первое такое правление фермы. То есть, ее начало. Можно было выращивать тыквы, за ними нужно было смотреть, чтобы их не ели паразиты. И после того, как вы выращиваете тыкву, вы его забираете и за это получаете ценные призы. Помимо этого, были добавлены, получается, рыболовные сети, с помощью которых вы можете ловить рыбу. Изначально они были очень умовы. Сейчас, в принципе, все зависит от скилла. То есть, вы берете, закидываете сеть и можете спокойно себе ловить рыбку. Темка тоже довольно-таки прибыльная, даже если у вас нет скилла. Помимо этого, еще были добавлены нелегальные грузы, которые вы можете как бы возить, их нужно ловить. Но на самом деле, данная тема не особо популярна, потому что ей могут пользоваться семьи, либо получаются нелегальные структуры. Но самое печальное то, что если вы заказываете, вы можете и сами привезти. Я считаю, что это обновление немножко недоработано, потому что на него нету как бы спроса. Это личному мнению, но так в целом система довольно-таки интересная. Ну и вот мы плавно переходим к крайнему обновлению, которое вышло довольно-таки недавно, примерно 2 недели назад. Это получается зимнее обновление, которое вышло в этом месяце, в котором добавили много чего интересного. Это обновление, я считаю, наверное, самое лучшее. Ну, возможно, не самое лучшее, одно из лучших за год. Добавили, получается, новое казино, в котором добавили европейскую рулетку, добавили автоматы. Полностью переделывали хай, дайс и дайс, получается. То есть казино преобразилось максимально классно, максимально круто и теперь туда реально хочется ходить и хочется тратить деньги. То есть мне казино прям очень сильно понравилось. И сам интерьер довольно-таки очень шикарный, красивый, проработанный, большой и интересный. Также, помимо этого, добавили новую систему номеров. То есть добавили номера различных стран, добавили разные регионы. Каждый человек, который живет там в своей стране, либо это Россия, Белоруссия, Украина, неважно. Они хотят видеть номера своей страны в игре, возможно, себе поставить номера. Я считаю то, что именно номера это очень крутое и классное обновление, которого реально очень сильно не хватало. Также добавили новую ферму, которая очень просто имбовая, на которой вы можете просто пойти с третьего уровня и зарабатывать очень большие деньги. Сама система сделана тоже очень классно. То есть вы сначала покупаете семена, ищите семена с хорошим геном, потом покупаете удобрения, химикаты, едете на ферму и арендуете одну из теплиц. И уже в теплице на протяжении там часа-полтора вы выращиваете, получается, эти растения. Там помидоры, огурцы и так далее. После того, как вы их вырастили, вы можете их собрать и за это получить довольно-таки большие деньги. Я думаю, для новичков ферма это прям имба, и вы можете просто идти, даже сейчас зайти и зарабатывать огромные деньги. Можете буквально за неделю заработать около 20-30 миллионов вообще спокойно, если проводить на ферме около там 4 часов. Сейчас я вам рассказал про самые интересные такие глобальные обновления, но не нужно забывать то, что были мелкие обновления. За этот год добавлено очень много автомобилей, в каждом обновлении выходят новые автомобили. Также добавляют новые интерьеры. Я считаю то, что на Амазинге самая просто красивая карта. То есть реально сделано все очень красиво. Я реально считаю то, что лучше просто карты нет и быть не может. Давайте теперь немножко подведем итоги именно меня, получается. Потому что я на 02 перешел буквально перед Новым годом. И как бы за этот год много чего было интересного. Я как бы потихонечку развивался, развивался. И на данный момент у меня имущество больше, чем на 1 миллиард. Я познакомился с многими людьми, с многими хорошо общаюсь. У меня была транспортная компания, у меня был таксопарк. Сейчас я держу довольно-таки хороший прибыльный бизнес. Я считаю то, что этот год был довольно-таки интересный, прикольный. То есть множество выходило обновлений. Их реально было очень много. Я провел много стримов, сделал много роликов. То есть мне этот год довольно-таки очень понравился. Я уверен, что в следующем году будет все намного интереснее, намного лучше. Будут выходить, возможно, даже чаще обновления. И я думаю, понимаете то, что впереди Новый год. Остается буквально несколько дней. И выйдет обратно тот самый новогодний вент. Поэтому мой вам совет, если вы до сих пор не играете на проекте. Обязательно заходите. Все ссылочки есть как бы в описании. Начинайте играть. Я вам очень рекомендую пойти на новогодний вент. Потому что он реально самый такой классный, самый атмосферный и интересный. И я вам советую его не пропустить.